Добрый день, уважаемые коллеги! Я с удовольствием приветствую всех участников общего собрания Российского исторического общества. Нынешний год для Российского исторического общества был насыщен яркими событиями. Среди них, конечно же, и 150-летие русского исторического общества, которое было отмечено нами целым рядом тематических мероприятий. В этом же году современное Российское историческое общество обрело и собственный дом. Кстати, там прошло уже несколько выставок, причем с немалым успехом. Интерес москвичей вызвали экспозиции, посвященные и Петру Вяземску, и, собственно, истории особняка на Воронцовом поле, в котором сейчас расположено Российское историческое общество. Мы обязательно введем такие форматы в нашу традицию. Текущая деятельность нашего общества была, разумеется, сконцентрирована на исторических юбилеях общероссийского и мирового значения. Среди них 75-летие начала Великой Отечественной войны. Я напомню, что именно 22 июня в Государственной Думе выступил президент Российской Федерации, и сам выбор этой даты для выступления еще раз подчеркнул ее общий объединяющий характер для всего российского общества. Об этих и других итогах года мы сегодня поговорим. Уважаемые коллеги, на общих собраниях принято обсуждать не только планы работы, итоги работы, различные организационные вопросы, но и одну из важных исторических тем. Учитывая, что как раз 70 лет назад завершился Нюрнбергский процесс, было бы правильно вспомнить о феномене Нюрнберга, его значении для международного права и глобальной безопасности. Одно лишь учреждение военного трибунала над нацистскими преступниками стало символом победы права над беззаконием. Показалось, что цивилизованные страны могут не просто объединяться в борьбе с очевидным злом и карать его, но действовать вместе именно в рамках юридических процедур. Строгая фактическая обоснованность, четкость и оперативность решений Нюрнберга могут быть эталоном. Ведь итоги процесса до сих пор имеют как высокую моральную, так и правовую силу. А выработанные тогда принципы и нормы легли в основу современного мирового правопорядка. Прежде всего, в сфере защиты прав человека и международного гуманитарного права. Столь масштабная тема по-прежнему привлекает ученых и политиков, а также деятелей культуры. Так и к сегодняшнему дню завершен новый шестисерийный документальный фильм о Нюрнбергском процессе. И создатели фильма подарят его участникам нашего общего собрания. Автор идеи, известный юрист и историк права Александр Звягинцев выступит сегодня с основным тематическим докладом. Ну и расскажет, собственно, о сделанном фильме поподробнее. Уважаемые коллеги, центральным событием в планах будущего года станет 100-летие революции. К нему приурочат множество тематических конференций, выставок, публикаций. Уверен, что вскоре будет сформирован соответствующий организационный комитет для подготовки мероприятий юбилея. А российское историческое общество, несомненно, будет оказывать всемирную поддержку в работе этого оргкомитета. Крайне важно, чтобы юбилей стал стимулом для глубокой научной дискуссии. Тем более, что отношение в обществе к этому историческому периоду непростое, а у многих диаметрально противоположное. Тем не менее, убежден, что приближающийся вековой юбилей должен способствовать объединению нашего общества. Суд истории надо оставить ученым, а уроки тех важнейших событий должны стать общественным достоянием без купюр и каких-либо белых пятен. Присутствующие в этом зале хорошо знают, что после долгих профессиональных дискуссий в нашем историко-культурном стандарте появилось определение Великой Русской Революции как обозначение революционного процесса, включившего в себя целый ряд внутренних связанных, но вполне самостоятельных событий. Февральскую революцию и отречение царя Николая II от престола, учреждение республики, принятие новой символики российского государства, проведение самых прогрессивных на тот момент всеобщих выборов во Всероссийское учредительное собрание, Корниловский мятеж и Октябрьские революционные события, ну и кровопролитную гражданскую войну. Добавлю, что революция, конечно, привела коренным сдвигом в государственном устройстве, расколола общество, многое было разрушено, но многое из ценного наследия прошлых веков сохранилось. К примеру, великая русская культура или отечественные воинские традиции. Офицерский корпус царской армии оказал огромное влияние и на белое движение, и на формирование новых вооруженных сил Советской России, тех, которые спустя четверть века предстояло выдержать фашистские удары и победить в самой страшной войне на памяти человечества. Хочу сказать, что юбилей революции имеет важный и международный аспект. Очередное заседание Генеральной ассамблеи Международного комитета исторических наук пройдет в 2017 году в Москве. Оно будет приурочено как раз к столетию революции 1917 года. Ученые из разных стран мира обсудят значение революционных событий в России для истории XX века. Ну а мы будем рады приветствовать наших гостей, историков, коллег, и сделаем все необходимое для успешного проведения Генеральной ассамблеи. Мы вспомним и грядущее 500-летие первого посольства барона Гербштейна из Священной Римской империи ко двору московского государя, одну из ключевых дат в установлении культурных и дипломатических связей России и Европы. Мы также планируем приурочить к этому юбилею ряд совместных мероприятий с нашими иностранными партнерами в рамках работы Международной комиссии Российского исторического общества. Как вы знаете, наше общество не избегает и трудных вопросов истории. Это относится и к истории Кавказской войны, которая началась 200 лет назад, в 1817 году. К слову, современником этой войны был Пётр Вяземский, первый председатель Русского императорского исторического общества. В следующем году исполняется 225 лет со дня его рождения. Это важный юбилей для нашего российского исторического общества. Конечно, в следующем году мы проведем и целый ряд иных мероприятий, посвященных и юбилеям, и другим событиям нашей отечественной истории. Мы начинаем работу общего собрания Российского исторического общества. И, как я уже сказал, с основным тематическим докладом выступит Александр Григорьевич Звягинцев. Пожалуйста. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Весокращимые дамы и господа, уважаемые коллеги, многие из вас только что посмотрели фильм «Свидетели». Это один из шести фильмов, которые сегодня начал показывать российский канал. А в воскресенье вы можете посмотреть сразу шесть фильмов на «России-24». Эти кадры невольно нас возвращают в те далекие послевоенные годы. А ведь сегодня исполняется ровно месяц, как мы отметили, 70-летие окончания работы главного процесса человечества. Вы помните, что он завершил работу 1 октября. Тогда, послевоенные годы, 70 лет назад, в эйфории Великой Победы, миру казалось, что Нерумберский трибунал явился неким эпилогом, который подвел черту под кровавыми авантюрами гитлеризма. В отношении казненных главарей Третьего Рейха, поставленных вне закона преступных организаций, эта метафора вполне оправдана. Ведь Нерумберский приговор был обращен не только к прошлому, но и к будущему. Он должен был служить грозным предостережением всем тем, кто попытался бы посягнуть на мирную жизнь человечества. Это был первый в истории цивилизации суд народов над агрессией и над агрессорами. Однако, так думали тогда в эйфории Великой Победы, как я сказал. Хотелось бы напомнить, что Вторая мировая война, развязанная в Европе Германией, на востоке Японии, втянула в свою орбиту 61 государство. Под ружье было поставлено более 110 миллионов человек. В ней, а в орбиту было втянуто 80% населения всего мира. Советский Союз потерял убитыми почти 27 миллионов человек. Из них около 16 миллионов – это мирных граждан. При этом, обратите внимание, Франция потеряла 412 тысяч, Великобритания – 92 тысячи, Соединенные Штаты Америки – 3 тысячи человек. Большинство советских людей погибло на оккупированных территориях, в концлагерях. Это приблизительно почти 5 миллионов наших соотечественников. К людским потерям следует добавить и то, что после войны рождаемость сократилась в СССР на 15,5%. Таким образом, если посчитать, так общие потери, прямые и косвенные, составили приблизительно 50 миллионов человек. Трудно предвидеть, что бы произошло с человечеством, если бы не героические усилия советской армии, разгромившей гитлеровские орды. В случае победы, сказал мне президент Чехии Милош Зэман, во время интервью, которое я брал для наших шести серий, а пришлось встречаться с очень многими, около ста человек пришлось, проинтервьюировать, провести беседы. Это президенты и премьер-министры, и так называемые отцы отечества. Так вот он говорил так, все мы говорили бы, если бы не Советский Союз и его армия, все бы мы сегодня говорили по-немецки, это в лучшем, почти невероятном случае, или были бы скорее всего в концлагерях, а то и просто убиты. И не будь Советского Союза, даже американские генералы это признавали, союзники проиграли бы войну с Гитлером. Надо признать решающую роль Советского Союза в победе. Фактически такой же точки зрения придерживается генеральный секретарь Совета Европы, господин Ягланд. В ходе беседы, фрагменты которой тоже вошли в один из фильмов, он сказал мне, что он никогда не забудет той решающей роли нашей страны в освобождении Европы, его родины, Норвегии и его родного города, за освобождение которого погибло больше бойцов Красной Армии, чем жителей Норвегии, освобождавших этот город. Мысленно окидывая сегодня взором предшествующие Нюрнбергскому процессу годы, изучая историю, хорошо понимая, что этого процесса могло и не быть, ведь идея проведения международного трибунала возникла и утвердилась не сразу. Некоторые западные государственные деятели думали расправиться с военными преступниками без суда и следствия. К примеру, в 1942 году премьер-министр Великобритании Черчилль считал, что вся верхушка без исключения должна быть казнена именно таким образом. Это мнение он не раз высказывал. Похожие мысли и идеи существовали и по другую сторону Атлантики. К примеру, уже в конце войны, в начале 1945 года, когда проводили опрос общественного мнения в США, то 60% американцев считали, что их фактически нужно всех линчевать. Таким образом, они выступали за скорую и внесудебную расправу. Президент США Рузвельт 19 августа 1944 года недвусмысленно заметил. Мы должны быть по-настоящему жесткими Германией. Я имею в виду весь германский народ, а не только нацистов. Немцам нужно либо кастрировать, либо обращаться с ними таким образом, чтобы они забыли думать о возможности появления среди них людей, которые хотели бы вернуть старые времена и снова продолжить то, что они вытворяли в прошлом. А небезызвестный министр Маргентаву, известный план Маргентаву, министр экономики, он без обиняков утверждал, что из Германии нужно сделать одно большое картофельное поле. Вот такая судьба, возможно, бы ожидала Германию, если бы не последовательная и твердая позиция нашего государства. Советский Союз еще в 1945 году поставил перед союзниками вопрос об ответственности германского правительства и его командования за совершенные злодеяния. Постепенно к идее суда приходили союзники. В конечном счете, советское руководство добилось своего. Тем не менее, даже накануне Потсдамской конференции, Ялтинской конференции, Черчилль, в частности, утверждал, что эта процедура не должна быть слишком юридической. Президент Рузвельт заявлял, что процедура должна быть более упрощенной, не нужно допускать туда корреспондентов, процесс должен быть закрытым. Мы придерживались диаметрально противоположной точки зрения. Мы считали, что процесс должен открытым, гласным быть. Мы считали, что должна быть допущена пресса. И, как вы знаете, в неруберском процессе большинство мест было отдано прессе. Сталин на одной встрече с Черчиллем, когда Черчилль настаивал на свое, сказал нет, господин премьер-министр, должна быть полностью соблюдена строгая процедура привлечения виновных в судебной ответственности. Иначе потом скажут, что это Черчилль, Рузвельт и Сталин просто засудили своих врагов. Таким образом свели с ним счеты. И, как видите, в данном случае руководитель нашего государства оказался прав. Справедливости ради необходимо ответить, что наряду с теничными предложениями о внесудебных расправах, о упрещенных процедурах были и люди на Западе, в частности главный государственный обвинитель, потом Анастасия Джексон, который утверждал, что процедура, вердикт должен быть справедливым и разбирательство должно быть серьезным. Он прямо говорил, если мы просто хотим расстреливать немцев и избираем это своей политикой, то пусть уж так и будет, но тогда не прячьте это злодеяние под видом вершения правосудия. 17 июля по 2 августа 1945 года Германия работала под Сдамской, или, как еще называют ее, Берлинская конференция. Глав правительства СССР, Великобритании, США на ней решались проблемы послевоенного устройства Европы. Там были приняты важные решения, там и принцип 3D обсуждался, демократизации, демократизации, но и был важный вопрос, который обсуждался для нас, историков и юристов, это также о наказании военных преступников. Союзники приняли официальное обязательство тогда судить всех виновных скорым и справедливым судом. В итоговом документе отмечалось, что на ведущихся переговорах в Лондоне будет выработано согласованное мнение по этой проблеме и установлен конкретный срок начала процесса. И 8 августа, то есть через 3 месяца после победы над фашистской Германией, от имени правительства СССР, США, Великобритании, Франции в Лондоне было подписано соглашение об организации суда над главными военными преступниками. Неотъемлемой частью этого соглашения явился устав Международного военного трибунара для суда и наказание главных военных преступников. В дальнейшем соглашению присоединилось еще 19 государств, и с того времени суд стал называться судом народа. И так мы видим, победила точка зрения советского руководства, основанная не на произволе победителей над побежденными, а на высоких принципах справедливости и права. Советский Союз был не только инициатором ЮНБЭСКОГО процесса, но и фактически его основной движущей силой. Во-первых, как я уже говорил, сама идея учреждения трибунала принадлежала СССР. Во-вторых, советские дипломаты и юристы, в том числе прокуроры и судьи, внесли в существенный вклад в работу по заключению союзниками в Лондоне соглашения о судебном преследовании главных военных преступников. В-третьих, советская делегация проделала огромную работу по подготовке к судебному процессу, его проведению, в том числе по выработке обвинительного акта, поддержанию обвинения, подготовке приговора. В-четвертых, провела в ходе ЮНБЭСКОГО процесса огромную профессиональную работу по разоблачению преступной деятельности преданных суду руководителей Третьего Рейха. Важно отметить, что при подготовке ЮНБЭСКОГО процесса в очень короткий срок, практически за один месяц, удалось согласовать нормы уголовно-правовых институтов, основных правовых систем, которые представляли четыре государства. Это континентальную систему, англо-саксонскую, ну и нашу советскую систему права. В результате устав трибунала являл собой некий юридический сплав, как материальных, так и процессуальных положений разных правовых систем. Таким образом, было наглядно продемонстрировано, что государство, о чем только что сказал Сергей Евгеньевич, я бы еще раз хотел на этом акцентировать внимание, даже с весьма и весьма различными идеологиями, экономическими системами, государственно-правовым устройством могут объединяться на основе наиболее фундаментальных общечеловеческих принципов права для защиты основополагающих интересов мирового сообщества. Советскому Союзу нужен был не просто суд или судилище, формальный, показной трибунал, который бы придал видимость законности расправы победителей над побежденным, а по-настоящему мы требовали легитимного суда, решения которого опирались на международное право и сохранили бы на века незыблемый юридический и моральный авторитет вынесенных решений. Два года назад президент Нилумбергского суда Петр Кюсперт при очередной встрече с ним сказал мне, и это мы записали для фильма, я подтверждаю юридическую чистоту Нилумбергского процесса, думаю, что это был очень справедливый процесс, это маленький тезис его выступления, он очень расширенно и хорошо аргументировал эту свою позицию. Прошедшие на высоком юридическом уровне Нилумбергский процессы, его приговор имели огромное прецедентное значение. Последовавшие за этим судебные процессы в Германии и в других странах осудили на основе принципов, выработанных в Нилумберге в общей сложности около 70 тысяч нацистов и их пособников. Нилумбергский трибунал также стал важной вехой в развитии международного права и национальных правовых систем. В частности, он оказал и продолжает оказывать существенное влияние на становление многих норм международного гуманитарного и уголовного права. Смело можно сказать сегодня, что Нилумбергский процесс явился авторитетной, беспристрастной летописью, в которой будущие историки могут обращаться в поисках правды, а будущие политики в поисках предупреждения. Вот почему так важно сейчас оживить память народов, памяти народов в подлинную историю и Второй мировой войны, и Нилумбергского процесса. Ведь мы хорошо видим, как на протяжении всего послевоенного периода, а сейчас в особенности, наиболее русофобские круги Запада направляют усилия своей пропаганды не на то, чтобы рассказать правду, а чтобы скрыть от народа те ужасные для человечества последствия, которым однажды уже привело поощрение германского милитаризма с их стороны. Подлинная, правдивая история происшедшим является определенным моральным препятствием для тех, кто захотел бы доминировать в мире. К сожалению, политические и правовые реалии позволили многим из нацистских преступников по различным причинам уйти от ответственности. Большое число нацистов скрылось или было укрыто от правосудия в других странах, а многие не думали скрываться, продолжали жить и работать в том же правительстве Аденаура. Вот данные через 19 лет после войны в Западной Германии с нацистским прошлым было 20 членов федерального правительства и стать секретарей, 189 генералов-адмиралов, они работали в ведущих штабах НАТО, 1118 высокопоставленных чиновников юстиции, прокуроров, судей, 244 руководящих работника МИДа, 300 служащих полиции, а также других министерств. Не так давно в США был опубликован скандальный доклад о жизни многих деятелей Третьего рейха, ношущих после войны прибежище в Америке. Перебравшись за океан, фашисты и их пособники, как выяснилось, были очень востребованы в ЦРУ, в ЛНО, в промышленном комплексе. Сколько всего нацистов перетекло после войны в США, не называется, но дается понять. Несколько тысяч. И это не первое свидетельство того, что цитадель демократии на протяжении многих лет укрывала у себя немецких преступников. Грязная история с укрывательством нацистов стала широко известна благодаря одному докладу, министерству юстиции, случайно просочившуюся прессу. Вашингтон возражал. Работу над документом, как выяснил, организовал старший юрист Марк Ричард, убедивший в 1999 году своих коллег рассказать о так называемой критической странице в истории США. И нужно отдать должное мужеству этого человека. Спустя шесть лет работу они завершили и собирались ее обнародовать. Однако это им не разрешили. Только благодаря адвокату Соболу, подавшему иск в суд, министерство юстиции вынуждено было придать гласности некоторой материалы. Причем оно сократило там более тысячи страниц. И так до конца мы его и не видели. Когда же стали спрашивать, а где же основное? В министерстве США лист заявили, что там полно ошибок, но каких конкретно не уточняется. Почему такое стало возможно? Конечно, с наступлением холодной войны Запад стал рассматривать нашу родину как врага. А для многих враг моего врага – это мой друг. Вот почему вы не найдете на книжных прилавках Европы и Америки российских авторов, насколько бывают там, а езжу я часто, никогда не вижу. Зато в изобилии книжных магазинах России мы можем увидеть труды бывших солдат и офицеров Вермахта, Люфтваффе и даже сотрудников СС и Гестапо, мемуары западных генералов и политиков, рассказывающих, как они героически боролись с фашизмом и освободили мир от этой коричневой чумы. Я невольно вспомнил Макмиллона, прошу прощения, который говорил, что проиграв Вторую премьер-министра Великобритании, который говорил, что проиграв Вторую мировую войну, немецкие генералы взяли реванш в своих воспоминаниях. Поэтому почему удивляться, что народы Америки и Европы знают историю Второй мировой войны? Нерумбецкая процесса очень однобока, исключительно так, каким подает ее власть имущие. Вы посмотрите, те же Соединенные Штаты. После всякого своего провала в Голливуде снимают несколько боевиков и очень скоро, за исключением узкого круга совестливых интеллектуалов, вся Америка забывает о совершившихся поражениях и начинает захлеб восхищаться киножными героями. На них и воспитываются будущие поколения. Вот так они пишут свою историю. А у нас все, к сожалению, пока получается по Жванецкому. Сами производим и сами потребляем. Сами производим историю. Сейчас хоть стали предметно заниматься, вводить ее в школах. Я надеюсь, все-таки вопросы воспитания пойдут на поправку. Но должным ли образом мы воспитываем своих, а государство обязано это делать, подрастающее поколение. Я в этом не уверен. Я посмотрел, а в мире вообще никто не знает нашей истериографии. И когда бываешь там, я об этом скажу немножко позже, они глаза открывают и бегут с интересом, слушают. Мы проводили исследования в том году в Липецкой области. Я проводил уроки Нюрунбергского процесса, попросил провести исследования среди школьников старших классов. Немногим более, а то и менее 10% старших учеников старших классов что-то знали о Нюрунбергском процессе. О глубине процесса вообще трудно было говорить. Снимая документальный шестисерийный фильм, о котором я уже сказал, это у меня будет четвертый фильм о Нюрунберге. Первый был Нюрунбергский набрат, потом «Контр-игра», потом Нюрунберг 70 лет спустя. Сейчас мы с группой, группа здесь, кстати, присутствует, вот, и продюсеры присутствуют. Вышли на новый виток. Это будет самая большая документальная фильмография о Нюрунбергском процессе. Объездили более 10 стран Европы, побывали в США. Мы встретились с последними живыми очевидцами, участниками Нюрунбергского процесса. Мне удалось побеседовать с большим числом политиков, видных общественных деятелей, хотя я вам говорил, так называемых отцов Отечества, людей разных профессий, выходцев различных слоев общества, студентами, преподавателями высших учеников, учебных заведениях. Я видел, с каким интересом они впитывают то, что им рассказывают. Проводил эти встречи и у маленьких таких аудиторий, и у больших, где больше двух тысяч человек было. Всегда показывал фильм, была дискуссия, она продлевалась 2-3 часа, причем люди с другим языком организовывали синхронный перевод. Мне приводилось в этом году проводить эти встречи в Париже, Мадриде, Риме, Страсбурге, Генуе и многих других городах. Практически через неделю я вылетал в командировку со своими коллегами, мы снимали фильм и проводили такие встречи, показывая прежний фильм, Нюрнберг, 70 лет спустя, который всем сегодня роздан, который прошел по российскому телевидению не раз. Так вот, я пропущу, за исключением времени, приведу только один пример. Вот совсем недавно я прилетел с Рима, и после выступления один из руководителей Всемирной продовольственной сельскохозяйственной организации ООН Дарьо Конте прислал мне на днях сообщение после просмотра и обсуждения фильма о Нюрнбергском процессе. Потрясающее интересное событие. А главный военный прокурор Италия Марко де Паолис, который тоже присутствовал со своими заместителями на этом мероприятии, вместе с карабинерами национальной гвардии, прокурорами, судьями, прислал приглашение к сотрудничеству и пригласил приехать в ближайшее время выступить еще раз перед широким кругом юридических профессий. Сегодня хочется, конечно, говорить, как нюрнбергские принципы побеждают во всем мире, как успешно они реализуются на международном уровне. Но, увы, реальная картина вынуждает останавливаться на проблемах. Как отметил не так давно президент России Владимир Владимирович Путин, вакцина от нацистского вируса, выработанная на Нюрнбергском процессе, теряет силу. Как ни приспособно, но приходится констатировать, что в наше время мы видим немало примеров возрождения нацистской идеологии. Вспоминаются те же недавние выступления бывшего премьера Яценюка или премьера министра иностранных дел Схитины. Во время беседы, я уже упоминал это, этот вопрос задал президенту Чехии, Милошу Зейману. Она была опубликована в «Аргументах и фактах», по телевидению прошло. Задал, какой относится к этим высказываниям? Где-то его соседи. Он сказал, ну что, я позвонил Порошенко и сказал ему, да ваш премьер-министр просто сумасшедший. Я взял, отослал ему у Гранки, Вердскую, говорю, можно так писать. Он говорит, напечатайте. Это напечатано в «Аргументах и фактах». Вот. Но в этой связи очень интересно констатировать, что таких сумасшедших их покровители никак не осаживают, а наоборот, всячески поощряют русофобскую риторику стран, граничащих с Российской Федерацией. А в некоторых государствах русофобию разводят в ранг национальной политики, в частности, в тех, где власти пришли незаконным путем, путем вооруженного переворота. И я здесь невольно вспоминаю план Розенберга, причем он был представлен Гитлеру 9 мая, только 1941 года. Этот план предусматривал расчленение нашего государства на 5 губернаторств. Пятым губернаторством было предусмотрено, второе губернаторство предусмотрено было создать на территории Украины, которое должно было служить особой опорой в Германии в контроле над четвертым губернаторством. А четвертым губернаторством по этому плану Гитлера Розенберга была наша Родина, Россия. Ну вот так не зря, наверное, в ЦРУ работали бывшие нацисты. Вот такие аналогии возникают, Сергей Евгеньевич, при изучении документов Нерумбесского процесса. Ровно через 4 года рухнул рейх. А его высшие руководители предстали перед судом народов. 12 были приговорены к высшей мере наказания, а 9 к различным срокам лишения свободы. Были также объявлены преступными организациями главные звенья государственной политической машины Германии. Мы сейчас живем в неспокойном, нестабильном мире, год от года все более хрупком и уязвимом. Международные противоречия и споры растут, становятся все острее. Появились глубокие трещины на границе культур, цивилизации. В России возникло новое масштабное зло – терроризм, быстро выросшая в самостоятельную глобальную силу. С фашизмом его объединяет многое. В частности, намеренное игнорирование международного и внутреннего права, полное пренебрежение морали, ценности человеческой жизни, неожиданный, непредсказуемый цинизм, жестокость, массовые жертвы сеют страх и ужас в странах, которые, казалось хорошо, защищены от любой угрозы. Самое опасное, что это явление направлено против всего мира. Уже сегодня оно представляет серьезную угрозу для человечества. И нужно новое, твердое, справедливое слово в борьбе с этим злом, как и с поднимающим голову фашизмом и национализмом, подобное тому, что прозвучало 70 лет назад в Нюрнберге. И в заключение, одно что, уроки Нюрнбергского процесса особенно актуальны в наши дни. Две минуты. Когда активно припринимаются попытки переписать историю Второй мировой войны, провести ревизию итогов, обелить, а то и героизировать нацистов и их пособников. Практически делаются попытки пересмотра финальных документов Нюрнбергского процесса, в которых четко определены инициаторы, виновники этой бойни, дана квалификация идеологии, нацистских преступлений. А сейчас Верховная Рада и СМ принимают заявления вопреки всяким юридическим нормам. И им это потворствует, что якобы Советский Союз тоже виновен в развязывании у них. Хотя Нюрнбергский процесс приговорить четко определил, кто развязал войну и кто является виновным. Цель таких нечистоплотных действий использовать исторические спекуляции в геополитических играх, спровоцировать фобии межгосударственные, поссорить народов. И вот фактически, я заканчиваю, отвечая на этот вопрос, во время съемок нового фильма, вы увидите, в четверг он будет идти, на этот вопрос, председатель группы реагирования Евросоюза, я не встречался в Мадведе, или как его еще называют группой, мудрецов, премьер-министр Испании в течение 16 лет, очень авторитетный человек в Европе, Филиппо Гонсалес Маркес, сказал мне, вот я цитирую, ничего не выбросил, Я думаю, что Нерумберский процесс был неизбежной исторической необходимостью, не разделяя точку зрения негативистов, которые отрицают все происшедшее. Исторические факты настолько очевидны, что отрицать их значит совершать преступление, ведь никакой лучшей процедуры не существовало. Хуже было бы попросту чистая месть, казнь тех, кто нес ответственность за совершенные ужасы. Напротив, творцам этих ужасов было позволено иметь набор гарантий, с целью защиты, чего они сами, кстати, никогда не представляли своим жертвам. Таким образом, я вижу это ясно, Нерумберский процесс, это историческая необходимость, чрезвычайный прецедент для раздумий о том, что произошло и что было потом. И, наконец, печаль по поводу того, что история мало чему нас учит, потому что историю мало изучают. Это главный мудрец Европы, его еще называют. Так сказал он мне всего три месяца назад в камеру, с учетом попыток предать забвение, я заканчиваю. Или умолить его значение, Нерумберского процесса, перед человечеством стоит задача постоянно поддерживать огонь этой свечи разума и справедливости. И не только ради сохранения исторической памяти, а ради и для того, чтобы не допустить повторения страшного нацистского прошлого и связанных с ним трагедий. Благодарю за внимание. Спасибо, Александр Георгиевич, и за представленный доклад, и за большую глубокую исследовательскую и просветительскую работу. Спасибо. Уважаемые коллеги, переходим к выступлениям участников общего собрания. Попрошу выступить Анатолию Васильевичу Таркунову. Пожалуйста. Спасибо. С впечатлением прекрасного доклада, только что услышанного. Но я не в продолжении сюжетов, которые были изложены Анатолия Георгиевичем, очень ярко и интересно, а говоря о перспективах, вопрос о которых поставил Сергей Евгеньевич в своем выступлении, и о том, что приближается 2017 год, который наполнен многими важными историческими событиями. И, конечно, наше российское историческое общество, да и вообще вся историческая общественность, да и не только историческое, так или иначе, будет заниматься проблемами, которые связаны с событиями Великой русской революции 2017 года. Это будет предметом дискуссии, я думаю, не только в историческом сообществе, но и в обществе в целом. Мы видим, что даже гораздо более отдаленные события исторические и соответствующие действия, связанные с историческими личностями или событиями, вызывают живой отклик в обществе, дискутируются активно. Достаточно вспомнить о острой дискуссии, которая еще ведется, во всяком случае, в соцсетях, да и не только в соцсетях, в связи с известным памятником, который был установлен в Орле. Но здесь события совсем близкие исторические. Что такое 100 лет с точки зрения исторической ретроспективы? Это совсем небольшой срок. И я думаю, что все вы согласитесь, что события 2017 года в России, хотя и многократно взвешены на весах истории, но парадокс состоит в том, что исторические весы всякий раз дают разные показания, выстраивающиеся в широчайшую шкалу оценок. От апологии февраля до низведения октябрьских событий, до уровня мятежного переворота люмпенов. Особенно остро и драматично споры о революции 2017 года разворачивались в конце прошлого века. Но и сегодня накал их не только не угас, но и вывел новые глубинные и непримиримые разногласия в интерпретации. Все это свидетельствует о том, что и в первой половине 21 века, который многие историки и политологи называют эпохой постсовременности, то есть постмодерна, продолжают быть озаренными сполохами российских событий 100-летней давности. Ведущие политические и идеологические силы в постсовременном мире, осуществляя самую идентификацию, в качестве одной из основных век исторического горизонта коммуникации вольно и невольно избирают революцию 1917 года. Надо сказать, прежде всего, конечно, исторический проект, которому октябрь положил начало. И речь идет не только об интеллектуалах, дискутирующих об октябре, но и о партиях и политических течениях, будь то либерального, консервативного или радикального толка, о государствах и политических системах, наконец, о перспективах развития народов, не говоря уже о личностном самоопределении людей. Это свидетельствует о том, что октябрь, в целом русская революция, остается живой реалией, влияющей на трансформацию современного мира. Октябрь 1917 года, вне зависимости от того, оценивается он положительно или отрицательно, является одним из определяющих событий мировой истории и нашей современности. И совершенно очевидно, что в России в 1917 году произошла грандиозная революция, результатом которой стало коренное изменение системы власти, экономики, социальной структуры общества, идеологии, самоустроя жизни и ментальности народа. Русская революция получила сильнейший отклик во всем мире, пробуждая революционные и национально-освободительные движения во многих странах. Противники революции определяют ее как катастрофу. И это, в общем, справедливое во многом определение. Однако следует отметить, что русская революция совершалась внутри и отчасти по законам мировой катастрофы. Ей предшествовала Первая мировая война, а последствиями были распад большинства империй, российской, германской, австро-венгерской, османской, небывалое развитие национального самосознания и образование десятка новых государств. За двумя десятилетиями передышки последовала Вторая мировая война, которую теперь нередко называют продолжением Первой. Вот недавно, когда отмечали все события, связанные с Первой мировой войной, не раз об этом говорили, и даже, как вы знаете, говорят о 30-летней войне 20 века, 14-й, 45-й год. Если говорить о мировом значении российского опыта, то надо сказать, что, конечно, опыт российской модернизации, советской модернизации вызывал интерес в мире, потому что впервые по существу реализовалась возможность спрямить петлю времени, за 10-15 лет преодолеть путь, на который страны потратили десятилетия и даже столетия. Изменился облик страны, была создана мощная индустрия, шла культурная революция, появился новый слой образованных людей. Порождением революции стало и новое искусство, ну, прежде всего, конечно, сегодня столь известный, и популярный, и любимый многими русский авангард. Однако, отмечая достижение так называемой социалистической модернизации, нельзя не задать вопрос, какова была цена ее осуществления. Социалистическая модернизация была оплачена колоссальной ценой миллионами человеческих жизней. Никакими успехами на пути модернизации нельзя оправдать ни ГУЛАГ, ни человеческие потери. Во время коллективизации и индустриализации, пренебрежения правами человека, жесточайшей репрессии. Всем нам понятно, что необходимые условия движения вперед это адекватное знание мира и самих себя, нашего прошлого и настоящего. 20 век иногда называли русским веком, ибо в прошедшем столетии судьба России во многом определяла судьбы мира. Русская революция определила историческую уникальность этой судьбы, ее взлеты и достижения. Она же была первопричиной ее трагедии, падений и в конце века распада Советского Союза. Тем не менее, всемирный исторический опыт русской революции нельзя вымарать из великой книги истории человечества. Для России важно честно проанализировать этот опыт. Сергей Евгеньевич говорил сегодня об этом. Извлечь из него уроки, отделить семена от плевел и, сохранив историческое пространство, взрастить на новую сильную демократическую Россию, не забывающую свое прошлое, но лучшими помыслами устрепленное в будущее. И мне кажется, что в этом смысле те планы, которые сегодня уже имеет наше российско-историческое общество, они как раз в этом русле и вырабатывались. Ну, Александр Иганович, наверное, скажет, относительно пленарной ассамблеи, которая у нас будет проходить, Всемирного конгресса историков. Но мы, естественно, проводя такое большое и важное международное событие, имеем в виду, что встык к нему пройдет большая конференция, посвященная октябрю, это в конце сентября, в целом русская революция, но, естественно, судя по всему, все-таки акцент будет делаться на октябрьских событиях или на октябрьской части Великой Русской Революции, и пройдет также круглый стол, который посвящен будет генезису гражданских войн в целом в исторической ретроспективе, а затем уже такого рода пленарная ассамблея, которая регулярно проходит. Ну, насколько я понимаю, Александр Иганович, впервые в России, да? Впервые в России. Мне кажется, что это свидетельство интереса большого к российскому историческому сообществу, которое проявляют сегодня историки всего мира. И надо, конечно, максимально это событие использовать. Но я хотел бы еще обратить внимание на то, что помимо, собственно, очень важных мероприятий, связанных с восстолетием Великой Русской Революции, будет немало других исторических событий. Я в связи с этим обратил бы внимание на одно из них. В 1517 году название «Россия» впервые засвидетельствовано в московской грамоте 1517 года. И с середины 16 века в России стали называть всю совокупность земель, которые вошли на то время в московское государство. Мне кажется, что это тоже предмет. Ну, во всяком случае, для того, чтобы мы в печати выступили и об этом говорили. Ну, и вообще, надо сказать, что в будущем году будет и 520-летие российского герба, и судебника Ивана Третьего. Эти события в нашей истории, они, мне кажется, исключительно важны. Я знаю, что Институт российской истории готовит многие мероприятия в этой связи. Но, думаю, что везде на своих местах, на факультетах исторических, в институтах, Академии наук мы так или иначе будем это делать. И здесь, мне кажется, наше российское историческое общество может выступить, ну, в известной степени координатором с тем, чтобы эти усилия объединить, не дублировать в некоторых случаях, проводить на разных, естественно, площадках, и не только в Москве, о чем Сергей Венеевич говорил, когда подписывали соглашение с Банком ВТБ о стипендиях для студентов-историков. И наши коллеги из Татарстана, в частности, говорили о важности проведения такого рода мероприятия вне Москвы. И надеюсь, что этот год будет плодотворным для нашего общества. Спасибо. Спасибо, Анатолий Васильевич. Приглашаю на трибуну Александра Агановича Чебарьяна. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, я хотел сказать, что два слова, что российское историческое общество, созданное по историческим меркам совсем недавно, воссозданное, мне кажется, уже не просто заявило себя, а сыграло большую роль в консолидации наших усилий, историков нашей страны, для обсуждения, для координации важных исторических проблем. И в этом смысле, мне кажется, следует поддержать то, что Сергей Евгеньевич обнародовал, сказал относительно планов 2017 года. В серии мероприятий, о которых говорил Сергей Евгеньевич очень важных, я бы и то, что добавил Анатолий Васильевич, я бы добавил еще одно. Вот я был в прошлом месяце в Париже, и там обсуждался вопрос о проведении большого международного конгресса, это 300 лет посольства Петра Первого в Европу, причем началось оно с Парижа, и они собираются это отмечать как начало российско-французских отношений. Я думаю, что такое же, во-первых, мы должны принять участие там, конечно, а потом, я думаю, что это могло быть предметом и конференции в Москве. Действительно, это было великое посольство. Я хотел бы сказать также, что у нас вот и работает международная комиссия, о которой мы говорили, 9 ноября будет проходить заседание, второе большое в Москве. И, в общем, с нашими, одна из целей этой комиссии стояла и выполнение поручения президента, развитие и сотрудничество с учеными различных стран. И, в общем, я должен вам доложить, что мы нашли некую общую составляющую. То есть, есть даже общий проект, который был принят всеми участниками, надо сказать, а там были и историки из Америки, из Европы, из Индии, из Китая. Он называется, поскольку мы хотели, чтобы все-таки это российская комиссия при российском обществе, он называется «Россия в мире». И вот уже 9 ноября мы будем обсуждать возможные конкретные формы реализации этого проекта, имея в виду и публикацию документов с глубокой древности тех, которые посещали Россию. Вот Сергей Евгеньевич упомянул, Герберштейна, но и многих других. А также формирование представлений о России и позитивных, и тех негативных в отношении нас, явлений, которые были в последующие годы. Я думаю, что это один из хороших путей противодействия тем попыткам искажения истории, о которых у нас часто говорится, потому что это должна быть не только критика, естественно, тех заявлений, которые делаются, но и позитивное противопоставление того, что мы можем сделать в этом отношении. Это первое. Второе. Я думаю, что прошедший год показал одно из направлений деятельности российского исторического общества, которое получило широкое признание в стране. Это наше участие в образовательном процессе. Все-таки мы многое сделали для создания культурно-исторического стандарта, одобренного российским историческим обществом и созданного в его недрах, и которое, в общем, прошел год, как он реализуется в нашей средней образовательной школе. И мне кажется, что в числе наших приоритетов должно быть продолжение и даже наращивание усилий по нашему участию в образовательных программах. В этом смысле я предложил бы запланировать на весну проведение какого-то совещания на базе российского исторического общества по некой подведению итогов проведения первого года преподавания на основе в школах нового культурно-исторического стандарта. Он уже прошел некую апробацию, и мы могли бы собрать учителей, это не съезд, а это было бы такое расширенное заседание совместно с Ассоциацией учителей истории и общества знаний. Я думаю, что это был бы очень важный момент. Второе. Сейчас вы знаете и по прессе, и мы знаем, сталкиваемся с этим, Министерство образования и науки занимается довольно серьезными реформами в средней школе, и намечается и в высшей школе. И я думаю, что российское историческое общество должно продолжать играть в этом процессе важную идущую роль. У нас есть рабочая группа, возглавляемая нашим председателем по проблемам общества знания и преподавания в школе, и это тоже сейчас предмет острых дискуссий. Думаю, что и это должно быть в поле нашего внимания. Наконец-то мы принимали решение и о высшей школе. Я должен сказать, Сергей Евгеньевич, что новый министр образования и науки, значит, попросила подумать о совершенствовании программ по истории для высшей школы. Мы подготовили, вот тут небольшую группу создали, и университеты привлекли, ведущие. Подготовили тут московские университеты, РГГУ, другие региональные университеты. Я думаю, что российское историческое общество могло бы здесь играть свою роль. Мы намечали даже совещание. Я думаю, на базе общества мы могли бы провести это и совместно с Министерством образования и науки. Наконец, я думаю, что очень важным в деятельности нашего общества было бы усиление просветительской такой деятельности. Вот у нас в институте, неожиданно вдруг такое интересное, хотели провести маленький круглый стол по исторической билетристике. И вы знаете, это будет завтра утром. Огромное количество заявок, огромное количество людей, которые выразили желание в этом участвовать. Ну, начиная от известного всем нам Родзинского или Устинова, это известная детективщица наша, я думаю, одна из лучших. Но и масса других людей, литераторов, людей, которые сценаристов. Я думаю, что это может быть тоже в поле зрения российско-исторического общества. Я думаю, это повысило бы общественное значение и уровень общества и было бы очень важным для всей нашей страны в целом. В общем, я бы предложил одобрить деятельность нашего общества и перспективный план, который подготовлен на базе различных предложений. Вот, может быть, мы услышим сегодня, было бы интересно, какие планы имеются в региональных отделениях. У нас, все-таки, создано очень много региональных отделений, у нас даже есть зарубежные представительства нашего общества. Я думаю, эту тенденцию расширения сферы географической нашего общества надо продолжить. Спасибо. Спасибо, Александр Аганович, за выступление. Уважаемые коллеги, вы знаете, что недавно Александр Аганович отмечал свой юбилей. Вот, его адрес поступил в огромное количество поздравлений. Не лишний будет еще раз сегодня его поздравить и аплодисментами, пожелать и хорошей работы, и здоровья. Спасибо. Николай Андреевич Макаров, директор Института археологии Российской Академии наук. Член Президиума Совета Российского Исторического Общества. Спасибо, уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги. Постребованность исторического знания сегодня в современной общественной жизни, в медийной среде, по обосновании различных направлений политической мысли и прогнозов мирового развития совершенно очевидна, более очевидна, чем когда-либо. И понятно, что 17-й год, который нас ожидает, будет годом обсуждения истории русской революции, оценки этого события. И он, конечно, так сказать, сулит очень серьезной дискуссии. И я, прежде всего, призвал его к тому, чтобы эти дискуссии все-таки носили академический спокойный характер. Мне кажется, что в обсуждении острых вопросов нашей истории, от которых нам, конечно, не уйти никогда, тон дискуссии должен оставаться академичным. Это очень важно, потому что страсти кипят вокруг истории. Иногда это ложные страсти. Мы затеваем споры относительно исторических фигур, далекого прошлого, в тех случаях, когда уже есть, так сказать, национальная историческая традиция оценки, есть преемственность в их оценке. Я имею в виду, конечно, известный памятник, который установлен в Орле. И мы, так сказать, провоцируем какое-то общественное несогласие искусственно. Мы должны быть очень осторожны и, конечно, при обсуждении событий 17-го года в особенности. Я хотел бы отметить несколько, так сказать, важных событий, которые связаны с деятельностью российского исторического общества, имеют отношение к археологии. Только что вышел том «От смуты к империи» с эмблемой российского исторического общества. Это труды конференции по истории археологии 17-го века, которая прошла три года назад под эгидой Рио. Это, так сказать, новый взгляд на российскую историю 17-го века. И это работа совместно историков и археологов. Рио – интегратор различных организаций. И в данном случае оно вот подтолкнуло нас к более активному сотрудничеству. Год назад в этом зале было принято заявление Рио, призывающее к сохранению культурного наследия Ближнего Востока, Ирака и Сирии. Тема сохраняет актуальность. И Россия на Ближнем Востоке выступает не только как, так сказать, физический защитник памятников, я имею в виду освобождение Пальмиры, но и как деятельный участник их изучения. Только что вышел не менее объемный том «Материалы российских исследований археологических в Сирии. 22 года раскопок сирийских памятников». Замечательный том, изданный инициированный патриархом наших археологических работ на Востоке Рафом Магомедовичем Мунчаевым, который показывает вклад России в сбережение и изучение наследия этого региона. И, конечно, всем, кто не безучастен к историческому наследию Москвы и Московской Руси, мы все следим за изменением облика московского Кремля, который, так сказать, меняется, который возвращается к своему историческому состоянию. И смысл работ, которые сейчас ведутся в восточной части московского Кремля, вот, так сказать, восстановление первоначального облика, насколько это возможно после разрушения монастырей, это не только не поиски, конечно, сокровищ археологических, это раскрытие тех частей монастырских построек, которые сохранились, которые могут быть экспонированы. И вы знаете, что есть поручение президента о создании музейной зоны, о создании новых музейных окон, новых музейных объектов в восточной части Кремля. Это очень ответственное и важное, так сказать, поручение, очень трудная работа, потому что трудно это все экспонировать в наших условиях, но я надеюсь, что мы с ней справимся. Тут очень важен пример Татарстана, который, так сказать, впервые музифицировал в наших широтах объекты археологические на территории наших городов. Так что я надеюсь, что, так сказать, тема Кремля будет актуальной в 2017 году, потому что исполняется 650 лет со дня строительства первого белокаменного Кремля, Кремля Дмитрия Донского, и это событие, конечно, станет темой отдельной конференции, которую мы собираемся провести. И я надеюсь, что мы сможем пригласить в обозримом будущем членов российского исторического общества и президиум на те объекты, которые новые музеиные, которые в Кремле появятся. Спасибо. Спасибо, Николай Андреевич. Приглашаю к микрофону Юрия Александровича Петрова, директора Института российской истории, Российской академии наук, члену президенту Совета Российского исторического общества. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Я вот прежде всего хотел бы отреагировать на замечание Николая Андреевича насчет того, как нам держаться нашему сообществу в масс-медиапространстве, когда возникают сюжеты об истории, о которых судят дилетанты и принимают решения тоже дилетанты. И часто нашему мнению даже не спрашивают, к сожалению, но это так. Мы должны реагировать в этой ситуации или мы как бы должны не возбуждать страсти? Я не уверен, что мы должны молчать. Все-таки свою позицию, я считаю, историческая наука именно в таком масс-медиапространстве должна предъявлять. И, в общем-то, это наша как бы и миссия, и обязанность перед обществом говорить о том, что, как это оценивает тот или иной поступок наших современников, историческая наука. Ну, это апропо, я просто хотел сказать, что я за активную нашу более позицию здесь. И мне кажется, что наше историческое сообщество в целом достаточно себя проявляет в этом плане. Мы, в общем-то, выступаем и в прессе, и на телевидении именно для того, чтобы отстоять историю перед нашествием дилетантов, а то и еще, похоже, фальсификаторов, которых у нас достаточно много. По поводу уже более академических тем, столетия Великой Российской Революции, я бы хотел здесь подчеркнуть, что лучше давайте все-таки договоримся, что мы ее называем не русская, а российская, потому что русская несет в себя этнический компонент, а российская – это государственная. И Великая Русская Революция – это, конечно, калька с английского названия «The Great Russian Revolution», поскольку в английском языке нет этих нюансов между понятием русским и российским. А у нас оно и есть, и мне кажется, мы должны так и принять как бы для себя это решение. Я знаю, что готов проект указа для президента о создании оргкомитета и верю, что он скоро будет подписан и появится у нас, и тогда у нас возникнет некая, так сказать, более благоприятная ситуация для наших планов в отношении 2017 года, хотя времени уже совсем немного. И, разумеется, мы проведем множество достойных мероприятий, в числе которых будет и те, которые запланировал Институт Российской Истории. Мы планируем выход большой коллективной монографии России в 2017 году. Совместно с издательством Роспен мы готовим энциклопедию «Россия в революции 2017 года». Это будет такая аналогичная энциклопедия России в Первой мировой войне. Мне кажется, это интересные будут, в общем, проекты. И в целом, я думаю, мы столетие Российской революции отметим так, чтобы, наконец, установить некий национальный консенсус. Я до сих пор слышу, и Анатолий Васильевич совершенно прав, мы до сих пор не пришли никакому в обществе, в целом, единству в отношении оценок. Я знаю, что если для представителей левых сил это локомотив истории остается, то для более правого спектра политического революции это абсолютное зло. Вот есть такие формулировки, которые приравнивают революцию уже к нечто сатанинскому. Конечно, сто лет – это достаточный срок и хороший повод для того, чтобы все-таки нам понять и прийти к какому-то согласию. Я надеюсь, что мы сумели это сделать во время работы над концепцией нового учебника, и это было непросто. Там тоже было очень много влияний, так сказать, на рабочую группу и слева, и справа. Но мы нашли вот этот путь между Сциллой и Харибдой, я надеюсь, что сделаем это и в связи со столетием Российской революции. Это, конечно, революция – огромная психологическая травма, она остается в нации надолго. Если взять Великую Французскую революцию, так и по поводу нее во Франции нет единства. Кто-то вспоминает ее великие лозунги «Свобода, равенство, братство», кто-то вспоминает «Вандею» и «Кровавый и Кабинский террор». Это действительно очень сложная вещь, но я думаю, что мы придем к этому с участием наших зарубежных коллег, да, безусловно. Но важнее, может быть, даже нам самим в нашей российской среде прийти к некоторым общим оценкам. Среди проектов, среди дат, которые звучали сегодня здесь, их уже довольно много, и я не буду повторять, а большинство из них действительно очень важные и достойны своей реализации силами нашего сообщества. Я хотел бы упомянуть, что в этом году исполняется еще одна достаточно скромная, но для нас важная дата – 80 лет Института Российской Истории. Это будет отмечаться в ноябре, это событие. Да, я хотел бы, пользуясь случаем, пригласить членов Российского Исторического Общества разделить с нами эту радость и прийти к нам в Институт Российской Истории 17 ноября в 2 часа. Буду рад, если кто-то найдет эту возможность. Ну и, наконец, я бы хотел, говоря о перспективах нашей деятельности, хотел бы отметить вот такую вещь. У нас есть приоритетные проекты, которые РИО считает как бы своими основными направлениями. И я думаю, что эту деятельность мы должны продолжать. Это приоритетный проект РИО, это действительно для нас очень важный знак того, что само наше сообщество считает такого рода начинание важным делом. Мы имеем такие проекты, как 20-томная история России, над которой сейчас идет работа на Институт Российской Истории. Есть проект «История Крыма». То же самое в будущем году работа над ним завершится. Я надеюсь, мы получим новую фундаментальную историю, уже изданную. «История Новороссии» такой же большой новый проект, который объясняет, что происходит в этом регионе, исходя из исторической традиции. Наконец, есть проект «Акта Российского государства». Новый проект, который имеет распоряжение президента за собой. Это громадный публикационный проект, который рассчитан на много лет и нацелен на то, чтобы документы наших архивов, прежде всего средневековых, 13-17 веков, вывести, так сказать, для широкого употребления и сделать доступными для всех интересующихся нашей истории. Эти проекты велики, объемные, и я бы рассчитывал, что мы, строя наши приоритетные планы, будем в какой-то мере учитывать и деятельность нового фунда «История Отечества», который был основан указом президента в прошлом году. И я надеюсь, в будущем году он развернет свою деятельность. И я бы рассчитывал на то, что, надеялся скорее бы на то, что в этом фонде мы эти приоритетные проекты сумеем поддержать. Мне кажется, что здесь важно еще и помимо морального поощрения инициаторов этих проектов, еще некоторая и материальная поддержка, что в современных условиях, как вы понимаете, совсем не лишний. И последнее, на чем хотел бы обратить внимание, безотносительно уже юбилеев и дат, есть проблема, с которой сейчас государство столкнулось и предпринимает активные шаги. Я имею в виду фальсификация истории России. Не далее, как на прошлой неделе было заседание Совета Безопасности, секции научной Совета, я там выступал по этой проблеме и ощутил, что есть огромный интерес и понимание того, что эта проблема, проблема фальсификация истории и внешней, и внутренней тоже, она присутствует в государственной власти и власть ждет от нашего профессионального сообщества некоторой реакции. Я знаю, что Сергей Николаевич в свое время возглавлял такую комиссию в составе администрации президента. Да, та ее деятельность была свернута несколько лет назад, но мне представляется, что проблема осталась. И нам стоило бы задуматься, Сергей Николаевич, я думаю, о том, чтобы российско-историческое общество так или иначе взяло бы на себя эту миссию, взяло бы эту деятельность по борьбе с этой фальсификацией. Мы, в общем-то, этим и занимаемся. Сегодняшний доклад в значительной мере был посвящен этой проблеме, проблеме трактовок, намеренно искажающих наше прошлое. Но мне кажется, что нужно некоторое системное решение, которое бы позволило эту деятельность ввести, так сказать, из спорадической формы в некоторую постоянную, регулярную, систематическую. Это предложение мое, оно еще пока, я бы не сказал, что оно конкретное, оформленное, это пока как идея, но я хотел бы, чтобы это было услышано. И, повторяю, проблема фальсификации остается очень острой. Только один пример, известный нам господин Резун, он же Суворов, издал свои сочинения в России и у нас в стране тиражом более 15 миллионов экземпляров. Это значит, что практически в каждой российской семье есть его сочинения, крайне вредные, абсолютно ложные и совершенно уничтожающие основу исторической памяти о войне. Это большая опасность, это реальная опасность. И, повторяю, нам нельзя стоять в стороне, мы продолжаем наши экономические, разумеется, разыскания, но бывают ситуации, когда, что называется, нужно выйти и на площадь. И говорить уже не только в своей среде, но и с народом. Это вкратце все, спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Поскольку Юрий Александрович раздает приглашение, Юрий Александрович, то я хотел бы сказать, что с удовольствием 17 ноября, конечно, поздравим вас, но должен сказать, что это годовщина 36-го года, когда был создан институт не российской истории, а институт истории в целом. А в 68-м году он разделился на два. И я просто хотел, чтобы не было недоразумений сказать, что под Новый год мы пригласим всех вас на такое же собрание по институту всеобщей истории. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну всё. Историческая правда восстановлена. Спасибо. Виктор Александрович Москвин, директор Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, для нашего Дома, Дома русского зарубежья, грядущий 17-й год, конечно, имеет очень важное и ключевое значение. И я хотел бы с вами поделиться, коллеги, о наших планах, то, что мы собираемся делать в 17-м году. Начнём с выставки о памяти российской императорской армии, с отречением императора прекратила своё существование, и императорская армия закончилась, более чем 200-летний период истории русской армии. И вот этому будет посвящена наша выставка, построенная на фондах дома. Но, конечно, главным событием будет международная научная конференция 1917-й год в истории и судьбе российского зарубежья. Конференция пройдёт с 26 по 28 октября 1917 года. Попытаемся осмыслить это важнейшее событие нашей отечественной истории. И будем рады, если Российское историческое общество примет участие в конференции в качестве одного из организаторов. Сейчас идёт строительство здания Музея русского зарубежья. Там у нас на Таганке строится ещё одно здание. Строители закончат свою часть работы летом будущего года. Далее будем делать экспозицию. И я думаю, что было бы здорово, если бы Российское историческое общество, члены общества приняли участие в этой очень важной работе, в работе по созданию экспозиции. Мы очень часто говорим о памятнике примирения. Я думаю, что Дом русского зарубежья как раз и является таким памятником примирения, поскольку создан на деньги постсоветской России, российского государства и соединёнными усилиями русского зарубежья и нашего государства. И кроме того, в фондах представлены материалы различных политических сил, в том числе и противоборствующих политических сил русской истории. Я хотел бы предназначить, Сергей Евгеньевич, провести одно из заседаний правления или собрания в Доме русского зарубежья у нас на Таганке. Будем рады показать наш дом, рассказать о наших планах и познакомить с уже довольно большими фондами, которые у нас собрались. Спасибо. Спасибо. Наталья Алексеевна Нрачницкая. Наталья Алексеевна, пять минут. Ой, мне это полезно напоминать. Я знаю, что вы человек увлекающийся, поэтому... Да, хотелось бы сказать много. Благодарю вас за вот это заседание, благодарю докладчика замечательного по нюрнбергскому процессу. Хочу сказать, что фонд исторической перспективы, в качестве главы которого я являюсь участником российского исторического общества, тоже готовится к этому году. И мы давно всюду говорили о том, как надо тонко, без гнева и пристрастия, не вставая в отношении советского периода на такие же большевистские позиции, которые в свое время большевики вставали для оценки Российской империи, провести это. Масштабы события так велики для мира и для России, что не позволяют превращать это в фарс в обсуждение. Хотя, конечно, очень трудно подняться над этими событиями и сказать, прежде всего, обществу, что нас разделяют символы прошлого, но должны объединить задачи будущего. И это должно быть, мне кажется, все наше, все это нами сотворено, а значит наше. Это карамзинские слова при оценке вот этого должны быть и наши грехи, и заблуждения, и грехопадения, и все. Все это было кульминацией на русской почве и взрывом тех процессов тектонических, подземных, которые шли в христианском мире в течение пяти веков. От религиозных войн до просвещения, которое вылилось в безбожное просвещение, разделение идей и так далее. Не буду. Наш фонд тоже готовится, он получил грант. Кратко скажу, там будет издание книги, проведение, издание сборника документов очень серьезное, проведение международной конференции. И поэтому, когда я слышала, что институт МГИМО тоже собирается, давайте как-то это, ну, я не говорю соединим, мы не можем конкурировать с такими огромными учреждениями, как МГИМО и Академия наук. Но хотя бы какие-то темы разведем, чтобы каждая дополняла, и мы призываю тоже участвовать. Два слова не могу не сказать блестящему докладу о Нюрнбергском процессе. Мне кажется, нам сегодня, и я это еще больше укрепилась в этом, на Валдайском форуме, где бывший президент Южной Африки господин Табом Бекки и Владимир Владимирович Пучин одинаково говорили о необходимости возврата международного права, обращать внимание на то, что принцип международного правосудия, впервые осуществленный в Нюрнбергском процессе, извращается сейчас совершенно и отрывается понятие, вернее, концепция преступления против человечности, от понятия агрессивная война, замысленная на территории других государств, а уже преступления против человечности, как часть преступлений по реализации преступного плана. Но сейчас в виде всяких трибуналов, в частности по Югославии, а также деятельности очень сомнительного международного уголовного суда, кто знает тенденции международного права, понимает сразу, о чем я говорю, извратили это и используется для вмешательства в дела суверенных держав всегда как инструмент геополитических задач. Не будем забывать о том, что полная безоговорочная капитуляция фашистского рейха прекратила суверенитет этого рейха, и он перестал быть субъектом международного права. Это отличает полную безоговорочную капитуляцию от простой, которая лишь поражение военных действий, и само пораженное государство ведет переговор об услуге. Союзники, победители, тогда к ним перешел суверенитет, они с полным правом на территории, на которой не было суверенного правительства, вершили это международное правосудие. Мы помним трибунал по бывшей Югославии, как в отношении суверенного государства, с которым никто не порывал дипломатических отношений, производились вмешательства и так далее, и в деятельность Международного уголовного суда то же самое. Не случайно государства, подписавшие римский статут, сейчас начинают выходить из него, о чем я говорила в кулуарах с самим президентом Табом Бекки, и мы даже договорились о том, чтобы, ну не договорились, он, во-первых, нисходительно согласился даже принять участие, если мы организуем в Париже, с участием адвокатов, пострадавших от вот этого Международного уголовного суда, Кот-де-Вуар, в Уганде, где, наоборот, они усилили конфликт, и вместо того, чтобы добиться примирения, провести Большую международную конференцию. И вот, мне кажется, отличие Нюрнбергского в своей принципиальной основе, то есть это держава победительности в отсутствии суверенитета над этой территорией, прежде всего, главная основа обвинения – это преступление против международного мира, агрессия, замысленная против государств и преступления, творимые в реализации этого замысла на основании доктрины о природной неравнородности людей и наций, все это вместе дало вот такой потрясающий эффект этого Нюрнбергского приговора, который, когда читаешь, это такой исполинский документ. И поэтому, мне кажется, вот здесь присутствуют многие юристы, которые тоже могли бы и нам помочь в осуществлении этих идей. А что касается впереди стоящего года, то наш фонд имеет контакты с Калининградской области, где исторические проекты. Мы по-прежнему сейчас имеем контакты с Министерством обороны, потому что я стала членом общественного совета при Министерстве. И все эти вещи тоже мы должны сегодня, и особенно, конечно, немало нам придется. Я согласна с Юрием Александровичем, к сожалению, на дискуссии, в том числе на многие каналы, приглашают полемизировать с дилетантами, публицистами, не имеющим подлинного исторического образования, никогда не работавшего профессионально с документами, где-то что-то прочитали, и на основании вырванного из контекста документа жареные вот эти нездоровые дискуссии. Поэтому у меня вот вчера такое было на РБК, когда там страшно волновались по поводу рекомендаций экспертного совета при Совете Безопасности о создании опять какого-то органа по фальсификации. Я помню нашу комиссию по борьбе с фальсификацией, которая ничего вредного с точки зрения самого отъявленного либерала не сделала, а занялась инвентаризацией, скорее, этой проблематики и стимулированием серьезных настоящих документированных исследований, которые были бы противовесом легковесным и недокументированным дискуссиям. Все. Я благодарю и предлагаю наш фонд с его достаточно уже хорошим вокруг кругом экспертом, а также Институт демократии и сотрудничества в Париже. Там с большими связями с историческими кругами из Кенского университета, Инститета Гугу Гроция, Кёльни, Страсбурга, Араси тоже используют нас как полезная площадка для развития проектов названных. Спасибо. Спасибо, Наталья Семеновна. Спасибо. Андрей Константинович Сорокин, директор Государственного архива социально-политической истории. Уважаемый Сергей Евгеньевич, дорогие коллеги, 2017 год – год столетий революционных событий 1917 года и все более актуальной, как мне кажется, становится тема национального примирения. Испанцы спустя всего 40 лет с момента завершения гражданской войны смогли подписать пакт Манклоа хартию национального согласия. У нас и спустя 100 лет проблема достижения национального консенсуса по отношению к событиям 100-летней давности все еще не решена и остается актуальной. Более того, крайние формы интерпретационных дискурсов только усиливаются. Через неделю наш архив ФРГАСПИ совместно с Институтом всеобщей истории Ирана под эгидой РИО проведет конференцию «Феномен гражданских войн в истории» и историко-документальную выставку по истории интербригад, приуроченной к 80-летию начала гражданской войны в Испании. Я надеюсь, этой конференции мы предварим дебаты, предстоящие нам в будущем году. Роль архивов, происходящих в общественном сознании процессах, крайне важна. Именно архив с большой буквы, который хранит документы, зафиксировавшие события национальной истории в полном объеме, способен уберечь общественное сознание от шараханий страны в сторону при работе с историческим прошлым. Сыграет таким образом роль доктора исторической памяти. При условии, конечно, активной репрезентации историко-культурного наследия в публичное пространство. Репрезентации, которая не исключает ни позитивных, ни негативных аспектов исторического прошлого, создающие целостную картину истории, которая только и позволит извлекать из нее пресловутые уроки. Вряд ли стоит ставить задачу преодоления интерпретационного конфликта, о котором говорил Анатолий Васильевич Таркунов в частности. Множественность дискурсов – залог позитивного развития научного знания, а в плоскости общественной расширяет границы диалога, приучая оппонентов к существованию других интерпретаций и к их сосуществованию. Проблема только в том, что множественные дискурсы, существующие сегодня в России, практически не пересекаются и не взаимодействуют, оставаясь изолированными друг от друга. И, как мне кажется, одна из задач, которую предстоит решить РИО – это налаживание взаимодействия, налаживание конструктивной полемики в области исторической памяти. Я бы вообще видел задачу в принуждении общественного сознания к позитивному знанию. Конечно, не в смысле работы только с положительными примерами национальной истории, а в смысле позитивизма как метода, отдающего приоритет научно установленному факту, зафиксированному в документах перед интерпретациями и умозрительными конструкциями. Реализуя эти подходы, наш архив в рамках Федерального архивного агентства реализует целый ряд очень важных проектов. В будущем году будет реализован проект в рамках историко-документального выставочного проекта «Лидеры советской эпохи Ленин». Его открытие будет приурочено к тому самому событию, собранию председателя комитетов национальных историков. Мы договорились с Департаментом культуры правительства Москвы о том, что эта выставка пройдет в новом манеже. Юрий Александрович здесь упоминал, РГАСПИ инициировал целый ряд энциклопедических проектов. Россия в Первой мировой войне, Россия в 1917 году. Мы приступили к проекту энциклопедическому России в гражданской войне 18-23 годы. Вместе с ГЦМСИР и Публичной исторической библиотекой мы намерены в апреле провести конференцию «Документальное наследие российской революции» в архивах, библиотеках, музеях и масс-медиа. Мы совместно с ГЦМСИР проведем выставку историко-документальную, опять я подчеркну этот жанр, год 1917. Уже подготовлены к печати первые пять томов проекта «Конфессиональная политика советской власти», первый предваряющий, посвященный событиям 1917 года и четыре последующих, посвященным событиям гражданской войны. Это особенно актуально, эта дата пока не прозвучала сегодня в этом собрании. Напомню, что в будущем году мы отметим столетие Поместного собора и восстановление патриаршества в России. Одно из важнейших направлений работы – это, конечно, работа с молодежью, и стоит только приветствовать подписание сегодня соглашения между РИО и ВТБ. Я в этой связи хотел бы напомнить, что уже семь лет в РГАСПИ работает молодежный форум под названием КЛИО, в рамках которого 120-150 человек ежегодно из 50-60 регионов, субъектов Российской Федерации и 5-7 зарубежных стран ежегодно собираются обсуждать наиболее актуальные проблемы, тема следующего года – революции в истории. Я благодарю РИО и лично Сергей Евгеньевич Вас за то, что две последние конференции проходят под грифом РИО. Его председатель считает возможным направлять в адрес этой конференции приветствие. Очень надеюсь, что это направление в деятельности РИО будет развиваться. В заключении не могу все-таки не сказать два слова о теме войны, который был посвящен очень эмоциональный и содержательный доклад. И целиком солидаризуюсь с основными положениями, которые Александр Григорьевич сформулировал. С ним мы сотрудничаем вот уже два десятка лет. Я надеюсь, и будем продолжать вместе работать. Я не могу не сказать, что вот уже два года совместно с Департаментом культуры, правительством Москвы и под гиды РИО мы реализуем большой выставочный проект в штабах Победы 1941-1945, в рамках которого впервые в центре внимания вынесена проблема государственного управления в кризисный период. И решается она именно историко-документальными средствами. И мы видим постоянно возрастающий социальный запрос со стороны общества на самостоятельную работу с документами. Как мне кажется, наши граждане довольно сильно устали от умозрительных конструкций, которые выплескивают на них средства массовой информации. И образовательный культурный уровень вполне позволяет им делать это сегодня самостоятельно. Завершая, скажу, мы нуждаемся, как мне кажется, в повседневной кропотливой работе с исторической памятью, избегая негативного опыта советской пропаганды, юбилейных кампаний и тиражирования мифов разного рода. Мне кажется, замечательная акция «Бессмертный полк» ясно дает нам понять, что в обществе существует социальный запрос на работу с памятью о каждом конкретном герое Великой войны, имен которых живых и павших мы практически не знаем до сих пор. И в подтверждение этой мысли скажу о том, что мы предприняли в этом году довольно существенный опыт, предложив целый ряд выставочных проектов, которые мы провели за последние три года субъектом Российской Федерации. И наибольшим спросом, Сергей Евгеньевич, пользовалась выставка, которую мы открывали с вашим участием, посвященной судьбе советских военнопленных. Повторюсь, в обществе есть запрос на самостоятельную работу с самыми сложными страницами нашего исторического прошлого. И я абсолютно уверен в том, что общество готово конструктивно и позитивно работать со своим историческим прошлым. И в этом я вижу и большой позитивный залог нашей совместной работы и некоторый вызов, которому мы должны соответствовать. Спасибо. Спасибо, Андрей Константинович. Уважаемые коллеги, у нас осталось 15 минут времени и три, я надеюсь, лаконичных выступления. Приглашаю на трибуну Алексея Константинович Левыкина, директора Государственного исторического музея, члена Президиума Совета Российского исторического общества. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые участники общего собрания, я постараюсь быть краток, понимая о том, что у нас осталось достаточно небольшое количество времени, тем более, что выступления моих коллег достаточно убедительно и серьезно обозначили уже те основные даты и те основные проблемы, которые стоят перед нашим обществом в 2017 году. Но вначале бы я хотел отметить и, так сказать, подчеркнуть успешную деятельность общества и в проходящем 2016 году и предыдущие годы, и думаю, что наша с вами организация становится все более и более внушительной, положительной общественной силой, так сказать, в нашей стране. Сама коллекция, сама история и сами рамки Государственного исторического музея, они требуют от нас, чтобы мы, так сказать, очень внимательно относились к тем событиям, тем датам, которые проходят в нашей стране, историческим датам. И, честно говоря, мы порой испытываем очень большие затруднения в рамках планирования нашего года, на что обратить наиболее серьезное внимание, какие события, какие достижения, какие исторические даты отметить в рамках нашей деятельности, будь то организация конференции или организация постоянных временных экспозиций. Но, так сказать, конечно, мы обращаем внимание на самое главное. И, как уже выступал и подчеркнул в своем выступлении Сергей Евгеньевич и мои коллеги, о том, что главная дата и главное событие 2017 года – это будет столетие Великой Российской революции. Прекрасно о том, что мы сейчас все ожидаем подписания указа о создании оргкомитета, который определит главные мероприятия этого года. Но мои коллеги, которые находятся здесь, они прекрасно знают, что для музейной деятельности строки практически уже критически. Как правило, мы начинаем подготовку к таким мероприятиям заранее. И исторический музей уже более года, конкретнее в течение двух лет, готовит выставку, посвященную событиям 2017 года Великой Российской революции. Выставку мы намереваемся открыть осенью 2017 года. Основу ее состава составит уникальная коллекция, которая находится в историческом музее и материалы, которые мы запрашиваем у наших коллег из российских архивов и других музеев. Я думаю, что эта выставка будет достаточно полна и равноценна. Могу только сейчас открыть о том, что мы не останавливаемся в этой экспозиции на дате 1917 года, а проводим такую ретроспективу, начиная от 1917 года и заканчивая 30-ми годами. То есть определяем те основные изменения в обществе, которые произошли и с положительной, и с негативной точки зрения. И думаю, что эта выставка вызовет интерес наших посетителей. Из следующих дат, которые будут отмечены в деятельности исторического музея, я бы хотел назвать 140-летие начала русско-турецкой войны. Этому будет посвящена специальная экспозиция, в создании которой будут не только принимать участие экспонаты исторического музея, но и других ведущих музеев страны. Ее открытие планируется примерно на март 2017 года. И в настоящее время мы начали переговоры, мы провели встречу с послом Австрийской Республики об выделении и отмечении такой даты, как 600-летие посольства Герберштейна. Я еще не знаю до конца, какие формы это примет, потому что нам это сделано первое предложение. Я думаю, это будет возможно в течение всего года смена некоторых экспозиций, которые мы будем организовать на нашей постоянной экспозиции исторического музея. Я, кстати, чуть-чуть времени займу, потому что я сразу отмечу очень большие сложности, которые перед всеми музеями будут при подготовке каких-либо выставочных проектов, связанных со 100-летием Российской революции. Главная проблема заключается в том, что все мы, включая даже многомиллионную коллекцию исторического музея, мы обладаем очень серьезными лакунами. Я имею в виду с классической точки зрения музея непредставление истории в рамках мультимедийных проектов, либо классических архивных выставок. Это будет очень серьезная задача, потому что в течение очень длительного времени исторические музеи и музеи даже современной политической истории, они не комплектовались с точки зрения, скажем, альтернативного взгляда на нашу историю. И в основном все памятники, которые находятся, они определяют тот устоявшийся взгляд, который уже формировался в течение очень длительного периода времени. Так что перед нами стоит очень серьезная задача, и нам придется, наверное, обращаться к помощи нашим коллегам, к Российскому историческому обществу за поддержкой и помощью. Ну и заключая свое выступление, я хочу отметить еще одну дату, которую мы будем отмечать, и надеюсь, что Российское историческое общество откликнется и сделает это вместе с нами. Я имею в виду 145-летие со дня решения об основании исторического музея. Эту дату мы будем праздновать в феврале 2017 года. Так что я думаю, что мы пригласим и членов Президиума, и участников собрания на, так сказать, наше празднование. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Андрей Константинович. Сергей Михайлович Шахрай, председатель правления Российского исторического общества. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, у вас в материалах есть письменный отчет о работе правления, достаточно подробный, хотя не вместились все мероприятия, проделанные Российским историческим обществом за год. Поэтому я позволю себе лишь некоторые штрихи и акценты, которые прокомментируют письменный отчет. Прежде всего, мы в этом году старались четко следовать по конве тех исторических событий, которые были 150 лет назад, когда Российское историческое общество создавалось. Мы отмечали 150-летие ровно 2 июня, в день подписывания Александром II указа о создании Российского исторического общества. А сегодняшнее наше общее собрание, по сути, проходит тоже в осенний день, как и первое общее собрание Русского императорского исторического общества. Здесь уже звучало, что одним из основных направлений нашей работы стало движение общества в регионы и зарубеж. Зарубежные представительства, региональные наши отделения и филиалы. Это самое важное, я считаю, в работе вот в такой организационной, в продвижении информации о нашей деятельности. И сегодня после общего собрания представители региональных отделений соберутся на специальное совещание, будут обсуждать итоги и планы работы на следующий год. Растет количество членов, как физических лиц, так и юридических лиц. И, честно говоря, у управления возникает проблема, как на следующем общем собрании определить кворум. Таково количество увеличивающихся наших членов. Образовательная деятельность российского исторического общества. Эта тема тоже здесь прозвучала, хочу еще раз это отметить. Наверное, одна из самых важнейших наших работ. Это и концепция преподавания истории, концепция преподавания общества знания. И хочу подчеркнуть, что эта работа продолжается, она не закончена. Здесь нельзя ставить точку. И работая над этими документами, надо работать и над учебниками, и над формами преподавания этих предметов. Стипендиальная программа, которая сегодня дополнила нашу образовательную деятельность, это 10 премий по 50 тысяч рублей для лучших студентов-историков. Это, ну, не сомневайтесь, в интернете привлечет интерес молодых историков, будущих профессионалов к нашей деятельности. Международная комиссия, об этом Александр Оганович сказал, Чубарьян, очень активно начала деятельность. Я просто хочу добавить важный штрих, что наша международная деятельность и деятельность комиссии движется не только на Запад, традиционную, но и на Восток. По письму Сергея Евгеньевича, Китайское историческое общество приняло наше предложение работать над учебным пособием по истории. Очень важно, кто знает Китай, понимает, что это на уровне вот такого огромного политического события. По сути, это наш взгляд на Восток. Современные технологии и интернет. Я на каждом нашем правлении, президиуме, общем собрании говорю на эту тему, и мы многое в этом плане делаем. Просто хочу еще раз об этом сказать, потому что если мы не ворвемся в интернет, наши книги, наши учебники, наши 20, 30 и 40 томов документов останутся для специалистов. Мы в интернете должны занять нишу, может быть, если хотите, создать некий эталон оценок исторических. Не по всем событиям, к которым непрофессионалы могут обращаться в своих спорах с оппонентами. А вот российское историческое общество считает вот так-то. Это интернет-дискуссия, интернет-телевидение, интернет-платформа наша в режиме онлайн. Сергей Евгеньевич, вот поверьте, иначе нам молодежь не хватит своей работы. И в этом же плане я рад, что продолжается пока на уровне исследований такой проект, как Виртуальный музей истории Севастополя и Крыма на пяти языках. Это тот музей в интернете, которого нет физически, но который будет в интернете говорить о правду, правду о Крыме, о России и позиционировать действия, в том числе и действующего политического руководства России. В заключение я хочу попросить Общее Собрание утвердить отчет правления и хочу поблагодарить тех незаметных студентов, сотрудников и в Государственной Думе, и в МГУ, и в других институтах Академии наук, которые в этот период работали на чистом энтузиазме, перефразируя героя мультфильма, то есть безвозмездную. Они заслуживают нашей положительной оценки. Спасибо, Сергей Ильич. Спасибо, Сергей Михайлович. Развучало предложение утвердить отчет Российского исторического общества. Нет возражений? Утверждаем. Спасибо. Ну и, наконец, я приглашаю к микрофону Андрея Евгеньевича Петрова, ответственного секретаря Российского исторического общества. Андрей Евгеньевич даст комментарий по ряду организационных вопросов работы общества. Пожалуйста. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Я также привлекаю внимание к этой брошюре, которую сегодня получили все наши участники и прошу обратиться к проекту решения, одной из которых мы уже приняли, а именно утвердить отчет правления о деятельности. Я буду тогда комментировать по пунктам и, Сергей Евгеньевич, вам тогда предложу ставить вопрос на голосование. Здесь у нас предложение один. Предложение к тематике приоритетных проектов Российского исторического общества на 2017 год. Перечень тем, которые частично здесь обсуждались, прозвучали новые предложения и предлагается с учетом прозвучавших дополнений принять его. Спасибо. Нет задержания. Принимаем. Дальше. Дальше. Следующее приложение два. Значит, мы рассмотрели на Президиуме Российского исторического общества заявление о приеме в члены от 15, члены нашей ассоциации от 15 организаций. Вот Президиум рекомендует перечисленные здесь организации принять в члены ассоциации Российско историческое общество. И Сергей Михайлович поднимал вопрос, сколько их стало. Нас станет 98 организаций. Спасибо. Нет возражений о приеме новых 15 членов в состав Российского исторического общества? Да. Принимаем. Спасибо. Дальше. И точно такая же история прием новых членов уже в индивидуальном качестве. Перечень из 24 рекомендованных Президиумом кандидатов. И тоже назову эти цифры вместе. И если мы примем положительное решение по этим людям, у нас станет 259 индивидуальных членов. И вместе с юридическими лицами всего 357. Спасибо. Нет возражений удовлетворить просьбы ряда лиц о приеме в члены Российского исторического общества? Нет. Спасибо. Принимаем. Сергей Сергеевич, я прошу прощения. Может быть, из-за какой-то сбивки организационной, но было обращение в президиум Рио. И в Рио от Русско-Киргизского университета в Бишкеке, который вы знаете хорошо, и там активно работают ученые. И они просят принять их в наше общество. И более того, готовы выступать, значит, как отделение этого общества в Киргизии. Мне кажется, что это очень важно, потому что там много очень споров исторических, в том числе сейчас с ролью России. А этот университет, он играет большую позитивную роль. Я думаю, не будет возражений ни у кого. Принимаем. Спасибо. Дальше. Решили. Так. Дальше четвертый пункт по повестке. Мы принимали уже решение и даже проводили мероприятие в Израиле. Это о создании представительства российского исторического общества в Израиле. Предлагается это решение утвердить общим собранием. Нет возражений. Принимаем. Да. И сразу же, собственно, назначить председателем совета представительства российского исторического общества в Израиле, Михаила Львовича Гринберга. Он здесь, я его видел. Можно представиться. Михаил Львович, пока. Михаил Львович, спасибо. Так, и еще два организационных решения. Наш совет отделения российского исторического общества в Пензе возглавлял и очень активно работал, продуктивно Олег Васильевич Ягов, декан исторического факультета. Но, значит, я уж не знаю, к счастью или к сожалению для российского исторического общества он стал вице-премьером правительства Пензенского. Ну и вынужден сейчас по ряду причин оставить эту должность. И предлагается утвердить эту отставку и назначить председателем совета отделения заместителя декана исторического факультета Антона Вячеславовича Комплеева. Нет возражений. Принимаем. Дальше. Все? Все. Спасибо. Коллеги, ну и последняя такая торжественная часть нашего общего собрания. Сегодня уже говорилось о том, что 80 лет назад был создан Институт истории Академии наук СССР, который стал такой колыбелью целого ряда исторических институтов, в том числе и прежде всего Института всеобщей истории Российской Академии наук которые соответствующим образом отмечают юбилей в конце этого года, в начале следующего года. Два эти института активно работают в составе Российского исторического общества и большой проект по разработке концепции преподавания отечественной истории в школах стал результатом в том числе и работы научных сотрудников этих двух институтов. И сегодня я хотел бы в вашем присутствии вручить грамоты Российского исторического общества ряду научных сотрудников института. Давайте это сделаем. Сергей Евгеньевич, если можно, мы приглашаем вас сюда. Спустимся. Да, наверное, сюда вниз. За значительный личный вклад в популяризацию отечественной истории и формирование общероссийской исторической культуры, а также в связи с 80-летием Института Российской Истории, Российской Академии наук, награждаются. Александр Иванович Аксенов. Антон Анатольевич Горский. Елена Юрьевна Зубкова. Анатолий Евгеньевич Иванов. Тамара Юсуфовна Красавицкая. АПЛОДИСМЕНТЫ Николай Николаевич Лисовой. АПЛОДИСМЕНТЫ Вадим Винцерович Трипавлов. АПЛОДИСМЕНТЫ Галина Николаевна Ульянова. АПЛОДИСМЕНТЫ И Андрей Викторович Юрасов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Уважаемые коллеги, на этом мы заканчиваем нашу работу. Я благодарю всех участников общего собрания. Желаю всем успешной деятельности. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ